Американская компания Radium Corporation использовала Радий для создания люминесцентной краски Андарк. Одним из вариантов применения краски стали циферблата часов и приборных панелей. Радий был открыт в декабре 1898 года Пьером и Марией Кюри. Это открытие принесло им Нобелевскую премию и сделала Марию Кюри первой женщиной, получившую эту высокую награду. А в начале 20 века снискал популярность в часовой промышленности США и Европы. Этот серебристый металл был схож по своей химической природе с кальцием, но имел принципиальное отличие – радиоактивность. Если кальций, попадая в человеческий организм, укреплял кости и зубы, то Радий, напротив, их безжалостно разрушал. Знали ли работодатели девушек, что Радий представляют угрозу? Конечно. С того самого момента, как элемент был открыт, стало известно об опасности, которую он представляет. В компаниях, где работали с Радием, мужчины носили свинцовые фартуки. Проблема была в том, что владельцы фабрики были уверены, что девушкам ничего не грозит. Потому что количество Радия, с которым им приходилось работать, было слишком маленьким. В те годы верили, что такое количество даже полезно для здоровья. Люди пили радиевую воду, а в магазинах можно было купить косметику или зубную пасту с Радием. После вступления США в Первую мировую войну в 1917 году, оборонная промышленность увидела полезность циферблатов, которые видны их владельцу ночью, но незаметны для противника. Правительство разместило тысячи заказов на светящиеся часы и приборные панели, что побудило компанию-производителя расширить свою деятельность и нанять сотни рабочих. В основном девушек, чьи маленькие ручки и аккуратность лучше подходят для тщательной работы по покраске крошечных деталей циферблатов. В конце 1910-х годов для женщин, которые нуждались в работе, существовало не так много вариантов. На вакансиях, куда их были готовы принять, женщинам платили на порядок меньше, чем мужчинам. Но в компании Radium Corporation заработная плата работников почти в три раза превышала сумму, которую платили рабочим в среднем по стране. В сегодняшних деньгах заработок составлял 40-50 тысяч долларов в год. Первое, чему учили приступивших к работе девушек, это очередность действий, которые нужно довести до автоматизма. Губа, погружение, покраска. Это означало, что девушке следовало облизать кисть, смочив ее слюной, потом окунуть светящуюся краску, после чего нанести вещество на циферблат или приборную панель. После окрашивания процедура повторялась. Работницы были уверены, что краска безопасна. Им так говорили менеджеры. Они даже считали, что работа на Radium Corporation дает им преимущество, которого нет ни у кого. Используя свой доступ к светящейся краске, девушки наносили ее на ногти, на волосы и одежду, а некоторые, чтобы удивить друзей за пределами фабрики, красили радиовой краской губы. Разумеется, опасность, которую таит в себе радиация, не была тайной в то время. И руководство компании, и обслуживающие ее ученые использовали свинцовые защитные экраны и щипцы при соприкосновении с радиоактивными материалами. Среди работниц фабрики участились случаи выкидышей и рождения мертвых детей. Сначала девушки начали чувствовать усталость. Со временем состояние становилось все хуже. Многие страдали от кровоточащих десен и болей в челюстях. Затем начали выпадать зубы и начинался некроз челюсти. Это состояние ныне известного как радиевая челюсть. Женщины отчаянно искали причины своих быстро прогрессирующих болезней, последствия которых становились ужасными. Но врачи ставили им диагнозы, начиная от артрита, заканчивая туберкулезом. Но несчастные работницы не знали, что услуги практически всех местных врачей щедро оплачивались менеджерами и те покрывали компанию. Первой жертвой на заводе Radium Corporation стала работница Амелия Маджи. Сначала у нее начали зубные боли, а затем зубы начали гнить и выпадать. Когда она пришла к дантисту для удаления зуба, врач с легкостью вытащил зубы вместе с фрагментом челюсти. Язва в местах удаленных зубов не заживали, воспалялись и кровоточили. Амелия скончалась 12 сентября 1922 года. На момент смерти она лишилась всех зубов. Ей полностью удалили нижнюю челюсть, и она не могла ходить. А когда женщины-работницы продолжали умирать, врачи сделали заключение. Причем озвучили его публично. Что все они умерли от последствий сифилиса. Это не только создавало для компании удобную легенду прикрытия, но и очерняло репутацию женщин. Трудно подсчитать, сколько женщин пострадало вследствие работы с радиевой краской. Согласно исследованиям, их количество может достигать нескольких тысяч. Радиевые девушки вдохновили не только революцию в сфере защиты прав трудящихся, но и многочисленные исследования воздействия радиации на организм человека. Что же касается Radium Corporation, компания обанкротилась в 40-е годы. Здание завода в Нью-Джерси было снесено в 1968 году. А обследование Земли в 1979 году показало, что она до сих пор носит следы радиационного заражения. А на сегодня это все. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всем пока!